Кофе или кофеин по утрам — это необходимость, ведь он стимулирует вашу центральную нервную систему, поднимает настроение и повышает вашу бдительность, но в те времена, когда это недоступно или тем, кто его не пьет, вот несколько научных советов, которые помогут вашему телу. Легкий мелатонин — это гормон, выделяемый мозгом, и имеет решающее значение для регулирования вашего сна. Когда темно, ваше тело производит больше мелатонина, который заставляет вас спать, а когда светло, производство мелатонина очень низкое. Так что откройте ваши шторы, выйдите на улицу и отдайтесь солнечному свету утром, чтобы уменьшить выработку мелатонина и физиологически разбудить ваше тело. Если вы вынуждены просыпаться в темноте, то попробуйте включить светящийся будильник, он наполнит комнату светом, чтобы разбудить вас естественным образом. Но получается, в этом случае придется потратиться на такой будильник. Водные исследования показывают, что, подвергая себя холодному душу, вода может активировать компоненты мозга, отвечающие за регулирование бодрствования, что заставляет вас чувствовать себя бдительным. Исследователи также обнаружили, что шок от холодной воды под душем может увеличить скорость метаболизма и снизить чувство усталости. Восполняйте водный баланс, ведь пока вы спите, вы потеете, дышите и встаете, чтобы справить естественную нужду. Все перечисленные пункты обезвоживают ваш организм. Исследования показывают, что даже легкое обезвоживание снижает бдительность, увеличивает утомляемость и отрицательно влияет на умственную концентрацию. Поэтому утром в первую очередь берите стакан воды, чтобы пополнить запас жидкости, который будет бороться с усталостью. А также, не забывайте пить воду в течение всего дня. Исследователи здорового завтрака обнаружили, что участники чувствуют себя более бодрыми после еды утром, если еда была с высоким содержанием простых сахаров. Еда по типу пончиков снижает бдительность, тогда как еда с высоким содержанием клетчатки и углеводов, таких как овсяная каша, повышают активность. Другое исследование показало, что завтрак с высоким содержанием жиров вкуснее, но приводит к тому, что в течение дня вы будете потреблять больше еды, чем после завтрака с высоким содержанием клетчатки и углеводов, которые утоляют голод и усиливают когнитивные функции. Пейте апельсиновый сок, так как цитрусовые богаты молекулами, называемыми флавоноидами. Флавоноиды были связаны с замедлением когнитивного спада из-за старения, а также ускорение возникновения нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер. Исследования показали, что участники, которые употребляли апельсиновый сок, богатый флавоноидами, имели повышенную бдительность и когнитивные функции по сравнению с другими участниками, кто получал плацебо. Физическая активность важна утром. Исследования показали, что физически активные студенты лучше справляются с тестами и у них улучшаются познавательные способности за счет усиления кровотока по всему телу, обеспечивая мозг большим количеством кислорода. Слушайте музыку, так как она обладает способностью вызывать состояние возбуждения. Расширение зрачков и повышение артериального давления может увеличить активацию в областях мозга, связанных с движением и способностью выделять дофамин, который дает хорошее самочувствие. Так что правильно формируйте свой плейлист, чтобы было только положительное влияние музыки на организм в утреннее время. Еще больше интересных видео на канале, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Скоро увидимся.